Привет, я не Мэджик, со мной, как всегда, мои собаки, Софи, Юмичу И сейчас мы в машине, потому что мы отправляемся в наш загородный дом, Мэджик Хаус, увидеть Кису Алису Я в Телеграме недавно вам написала, хотите ли вы ролик, и все просто такие, да-да-да-да Все по ней очень соскучились, поэтому обязательно приходите в Телеграм, там самые главные всякие новости из нашей жизни Ну и вообще, мало ли что, мы должны быть там с вами на связи И спасибо огромное вам за вашу поддержку, у меня вышел альбом с шестью треками И это пройдет, называется, мне очень приятно, что вы слушаете, если не слышали, то послушайте, ссылка будет у меня вот там вот в описании Я очень вам благодарна, для меня это очень важно У меня полная машина всего походного, и я думаю, что мы можем снять очень крутые ролики Какая-нибудь ночь в палатке или ночь в лесу, в общем, если вы такие видео хотите, то ставьте лайк Набираем много лайков, и, конечно же, такой ролик выходит И пока мы едем, пишите комментарии, я недавно просто увидела, что некоторые пишут, верни, старые рубрики Вот напишите, какие рубрики вы хотите на канале, чтобы они вернулись Машину бы нам еще помыть Ну что, мы приехали? Пошлите Я почему-то, когда приезжаю за город, мне всегда хочется сделать бургеры Поэтому мы сейчас приготовим, и потом пойдем гулять в сад Я беру вот такие булочки, котлетки, салатик, сыр по вкусу, помидорчики свои домашние из теплицы, майонез и барбекю соус Погнали, все очень быстро и просто Жарим котлетки Можно, конечно, и самому котлеты домашние сделать, и булочки испечь, но я просто не такого уровня кулинар И я знаю, что все равно будет очень вкусно, если правильно подобрать соус Итак, а теперь собираем нашу вкуснятину Я всегда каждую булочку мажу изнутри майонезом И вот этим барбекю Махеев Он идеально подходит, очень классно сочетается со вкусом мяса Вообще, залог вкусного бургера – это мясо и соус Если котлетки качественные и хороший соус, все будет просто пальчики оближешь Теперь собираем, берем такой крупный листик салата Кладем на булочку, он еще прилипает к соусику, размазывается, за счет этого не падает Сверху котлетку, кругляшочек помидора, прям вот такой вот идеально размером с котлетку Можно добавить еще сыра, по желанию, короче Верхние булочки я тоже уже смазала майонезом и соусом И теперь закрываем, хорошенько прижимаем Вот такая красота И за счет того, что булочки вот так хорошо я смазала, ничего не разваливается Вы берете, это ничего нигде не чечет Ааа, прям настоящие бургеры У меня уже слюнки текут, давайте пробовать Нереально вкусно Обязательно попробуйте сами сделать дома вот эти вот суперпростые бургеры Вы просто с ума сойдете Это гораздо вкуснее, чем в каких-то там кафешках Ну что, ребят, пойдемте чуть пройдемся Погодка классная Меня многие просили показать, как изменился сад Если интересно, я обязательно подробно вам все поснимаю тут А еще у нас появился огород Огород просто огромный С кучей всяких домашних овощей Даже теплица, и в ней тоже всякое разное Сделаем, если хотите, вам потом тур с Алиской по всему этому Пока погодка классная Можно устраивать у нас тут пикники, палатки, ночи на речках Ну, короче, лепота А Алиса, кстати, вообще стала уличной бродягой Кошка гуляет сама по себе Дикая кошка, которая живет в джунглях своих Она думает, что это все ее территория И она там тусуется, и типа домой она приходит только поесть и поспать Короче, мы обязательно с вами и потусим И поделаем все, что только можно поделать за городом Но сегодня я хочу поделиться с вами этой историей Она для меня очень важна И важно ваше видение Я не очень верю в мистику и в какие-то там волшебные совпадения или обстоятельства Но, блин, я на Magic Pets как-то сняла видео, когда мы были в Турции Про рыжебелого кота Я типа придумала историю любви кисы Алисы на расстоянии с этим котом И что он отправился ее искать И это было в Турции, ребята И тут в нашей жизни появляется рыжебелый кот В нашей реальной жизни И чтобы вы понимали, в нашей деревне этого кота никто не видел Никто не знает, чей это кот Деревня небольшая, все друг друга знают И все говорят, я без понятия, откуда взялся этот кот И ближайшие деревни или поселки, города, они достаточно далеко Может, конечно, по человеческим меркам это далекое расстояние А для кошки легко пройти такой путь Но это реально очень странно Никто не в курсе, что это за кот Откуда он взялся, от кого он пришел, кто его хозяева Так, Аня, успокойся сначала Как вообще он появился? Из ниоткуда Просто он пришел на наш участок Он пришел и начал вести себя так, как будто он здесь живет То есть он такой, типа, давайте Он мяукал, он просил, чтобы его покормили Скорее всего, он был очень голодный Он стал ходить по саду так, как будто он здесь живет И в конце концов он даже начал проситься в дом И сначала киса Алиса его сильно, очень сильно не принимала Была даже одна ночь, когда киса Алиса, выйдя на улицу гулять Потому что она теперь постоянно гуляет на улице Дралась, мяукала, кричала То есть явно было понятно, что она охраняла свою территорию от каких-то других кошек Уже поздно ночь и он хочет попасть в дом Он прям рвется в дом, он просится домой То есть он не просто пришел такой, пожрал и пошел Он реально просится домой И Алиса Начала на него рычать Она прям злилась Она не хотела пускать его домой Она прям защищала дом Такая все И я поняла, что если я его запущу, будет драка Если я ее выпущу на улицу, то будет драка Просто фишка в том, что он появился на участке тогда, когда Алиса была дома То есть вот днем, когда он пришел, Алиса была в помещении, а не на улице И поэтому как бы они не подрались там сразу, например То есть она не начала сразу на него нападать, говорить, это моя территория И он не убежал И удалось с ним покоммуницировать, как-то вообще познакомиться Но в дом Алиса пускать его явно не хотела И даже была ситуация уже потом, через время Субтитры создавал DimaTorzok И вот в какой-то день этот рыжий белый котик приходит к нам И просто как будто он хочет здесь жить И непонятно, что делать То ли надо найти его хозяев, сфотографировать, выложить куда-то его фото И спросить, может он потерялся, может какие-то ближайшие районы, города, деревни Узнают своего любимого котика А с другой стороны, ты думаешь такой, блин, ну он же пришел не зря Он же, ну как бы, тут такое дурацкое ощущение Есть какой-то разум, что есть, это чей-то очевидно кот Он же где-то жил когда-то, где-то ел А душа такая, может он хочет у нас остаться В общем, борьба мозга и сердца, как обычно Выглядел он, конечно, не очень Явно он либо проделал большой путь Либо, ну, дрался с кошками другими Защищался, может быть он совсем-совсем бездомный Но где-то же он родился, этот котенок когда-то Что-то с ним произошло И мы не можем узнать эту историю Как он вообще появился на свет И откуда он взялся у нас И я сейчас говорю кот, кот, кот Потому что я не знаю его имени Может быть, стоит уже придумать ему свое имя И его история в нашем жизни начнется заново Какие у вас идеи, на кого он похож Посмотрите на его мордашку, на то, как он выглядит И напишите в комментариях, как бы назвали его вы Сейчас я пока что говорю кот Потому что, потому что вы понимаете, что ситуация неоднозначная В общем, он у нас тусуется постоянно Гуляет по двору, просит есть Не кормить его невозможно, как вы понимаете Особенно людям, которые любят животных Просто выгнать его из двора за калитку Я тоже не представляю, как это сделать У меня просто не хватит никаких сил и совести так поступить Мы проверили, кстати Это кот, это не кошка Это точно кот Сначала я подумала, что Алиса вообще не примет Никакого кота в своей жизни, в своем доме Это меня немножко забеспокоило Потому что у меня был план Что новый питомец будет котенок На 3 миллиона мы заведем котенка Причем у меня было желание завести мейн-куна большого такого Кажется, вселенная решает все за нас без нашего участия Хотя я до сих пор в этом сомнении не понимаю, как быть лучше Как поступить Я думала, что Алиса его не примет Если у вас есть такие истории из жизни Когда у вас уже был кот или кошка Просто Алисе уже как Юмичу Ну, то есть Юме 7 лет, Алисе 6 Она там через время чуть появилась То есть если у вас есть такие истории Когда много лет с вами жил кот или кошка И тут появился новый котенок Или взрослый кот и кошка Потому что мне кажется, что котенка Кошка примет лучше, чем кота Взрослого уже Понятно, что мы не знаем, сколько ему лет Он явно не котенок Но какого он возраста мы не знаем И вот мне кажется, что котенка, кошка или кот Примут проще, чем взрослого кота или кошку И вот были ли у вас какие-то такие ситуации Как вы с этим справлялись? Было такое, что коты прям реально в конфликте И кошка, и кот вообще не могут найти общий язык Постоянно ссорятся, спорят, дерутся И еще что-то такое И вам пришлось как-то это решать Расставаться с кем-то В общем, если такие истории есть, расскажите Так вот Через время я заметила Что Алиса стала к нему относиться более спокойно То есть, например, он там кушал А она уже просто смотрела, наблюдала за ним Изучала его То есть она не сразу начала его гнать Нападать на него Или рычать, или защищать дом Как тогда ночью Я стала замечать, что она не то, чтобы прям Любвеобильно такая Давай дружить, играть Нет Но хотя бы уже его как будто чуть принимать И такая, типа, ну ладно Че ты за существо такое Че ты тут делаешь? Че ты тут хочешь от нас? Ты что, хочешь остаться у нас жить? И опять же За что я беспокоюсь? Я человек, который очень сильно привязывается Я очень эмоциональная, очень впечатлительная И если так произойдет, что этот котик просто походит к нам Поезд и уйдет обратно в свой дом, в свою семью Я очень, наверное, расстроюсь Поэтому мне как будто очень сильно хочется Запустить его к нам домой Приласкать, привести в порядок Отвезти к ветеринару Дать ему имя Показать ему его место Чтобы он понял, что это его дом И что он здесь живет А не просто какой-то временный житель Который приходит иногда поесть и уходит снова Хотя киса Алиса сейчас выглядит как временный житель Она просто заходит домой пожрать, поспать и уйти И уходит вообще на улицу И постоянно гуляет в саду Просто ее можно весь день не увидеть Я очень хотела поделиться с вами этой историей Потому что это для меня новая ситуация в жизни Такого у меня никогда не было И ты не знаешь, что делать То ли нужно его оставить То ли нужно просто его покормить И пусть идет, откуда он пришел И куда он шел И вот это странное совпадение Что я просто снимала видео Где такая, типа, рыжий-белый котик Поехал искать Алису И он ее обязательно найдет И вот он ее реально как будто бы, блин, нашел Как будто это какая-то реально Космическая история Собаки его еще не видели То есть они еще с ним не познакомились Я не знаю, как они отреагируют Потому что в последнее время Юмичу с Алисой Хоть Юмичу и пытаются с ней играться Но Юмичу еще и всех строит И Софи, и Алису И начинает на всех нападать И гоняет Алису И Алису это дико бесит Алису прям в последнее время Бесят Софи и Юмичу Бесят собаки И вот я думаю Как они отнесутся к этому коту Как вообще это все будет Это их знакомство Да и вообще, что делать в этой ситуации Я прям растерянная Я прям не понимаю С одной стороны, у меня все внутри шевелится Что, блин, это так прикольно Как бы само вот так складывается А с другой стороны, я не знаю, что делать Потому что я хотела котенка Я хотела щеночка Я хотела маленькое животное Это взрослый уже кот И вдруг у него есть хозяева Что очень важно Ведь они могут по нему скучать Они могут его искать И очень сильно расстраиваться Если его не будет Может быть, его хозяева увидят Его у нас на канале И напишут мне в телеграм, например Что это наш кот Мы хотим его забрать Я рада, что я вам это рассказала Я надеюсь, мы как-то вместе с вами Из этой ситуации выйдем Ну что ж Давайте проводить остаток лета В Мэджик Хаусе Все вместе Обязательно пишите Что вы хотите увидеть Что вам больше всего интересно И обязательно приходите в телеграм Потому что, мало ли что Нам нельзя с вами теряться Мы должны быть на связи Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok